Пожалуй, самое яркое событие конца 17 века – это раскол церкви. А патриарх Никон, с которого так или иначе все начиналось, – Нижегородец. Никита Минин – так звали будущего патриарха. Он родился в 1605 году в семье хлебопарца в селе Вильдиманово, княгиненской округе Нижегородского уезда. Сейчас это Перевозский район. Никита в иночестве Никон рано проявил способности к церковному красноречию. Царь Алексей Михайлович сделал его архимандритом. В 1650-52 годах Никон – новгородский митрополит. Благодаря поддержке царя избран на патриарший пост. И на фоне укрепляющейся царской власти Никон приступил к церковным реформам, призванным укрепить власть церковную. По выписанным из Греции древним манускриптам исправили тексты богослужебных книг, провели унификацию церковных обрядов, подчеркнув отличие православия от католицизма. Никон заявил, что его власть от Бога, а значит она выше царской власти. Началось противостояние между монархом и патриархом, длившееся 6 лет. В 1666 году Собор Вселенских Патриархов отлучил Никона от патриаршества. Но в обществе раскол уже произошел. На тех, кто желал верить по-старому или староверов и сторонников церковных реформ. Их назвали никонианами. Раскольники отвергли новшества и разбежались в места, где можно спокойно жить и молиться по старым книгам. В Нижегородском крае это верховья Узолы, Линды, Керженца, Усты и лесные дебри вокруг Балахны и Арзамаса. Керженец. Левый приток Волги. Название как раз означает «Левый». Линда – Левый приток Волги. Вариантов происхождения много. Один – от Марийского Нежилая. Второй – от Индоевропейского Долина. Третий – от Финоугорского Тихая Заводь. Четвертый – от Коми Тихий. Наиболее фанатичным староверам бегство кажется бессмысленным. Они считают, что от судьбы уйти нельзя. Среди ревнителей древнего благочестия возникают секты морильщиков и гробокопателей, готовящих себя к добровольному самоубийству. Морильщики замуровывают себя в амбарах, а гробокопатели ложатся в гроб и приказывают закопать себя в землю. Верх фанатизма раскольников – самосжигательство. В огонь шли с женами и детьми. Самоистребление пламенем, появившееся в Княгининской и Мурашкинской волостях, переходит на левый берег Волги. За 28 лет, с 1672 года и до конца века, добровольно сожгли себя больше двух тысяч нижегородцев. А это Григорово, прямо по соседству с родиной патриарха Никона Вильдемановым. Здесь родился особо почитаемый старобрядцами протопопа в вакуум. Говорят, в детстве мальчишками они с Никоном даже встречались, дружили и только через много-много лет разошлись во взглядах. Увидимся в другом месте и другом времени нижегородской истории. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok